Здарова, ребят, с вами Рики, вы на канале Рики Риц, и сегодня у нас книжные покупки. Сегодня будет очень много Стивена Кинга, но начну я не с него, а с других не менее крутых книг, как мне кажется. И первым я вам покажу книжку, которая мне досталась в подарок при заказе на сайте Лабиринт. Была у них какая-то акция, при покупке от скольки-то там рублей можно было выбрать одну из четырех книг в издании Эксмо в серии Покетбук. Предлагали там Фитт-Жеральда, автора, которая написала повесть «Прощай, грусть», забыла, как ее зовут, Рея Брэдбери и того, кого я взяла, а именно Иена Макьюина «Невыносимая любовь». Так как Иен Макьюин как-то очень подренько проложил дорожку ко мне домой, я решила, что пускай будет Иен Макьюин, тем более, что Фитт-Жеральда я к своему стыду еще пока так и не читала. Рей Брэдбери мне не особо нравится, а Франсуаза Саган, я наконец вспомнила имя автора, Франсуаза Саган меня не особо интересует, поэтому пусть будет Иен Макьюин. Ну, коли уж две его книжки нашли пристанище у меня на полках, тем более, что речь в книге пойдет на довольно интересную тему. В ходе несчастного случая, во время запуска воздушного шара, видимо, кто-то погибает и на главного героя обрушивается болезненная любовь. Девушки, я так полагаю, ну, раз тут нарисован парень с девушкой, и вот эта больная любовь, она разрушительна и для него, и для нее. Он сходит с ума, не знает, как из этого выпутаться. Я люблю подобные штуки, мне нравится, когда в отношениях перекашивается в какую-то ненормальную сторону, и вот на этом строятся события, на этом выезжает сюжет. Поэтому, пожалуй, первое, что я прочитаю у Иена Макьюина, будет именно вот эта книга. Так, как я уже говорила, она вышла в издательство Exmo в серии Pocketbook, мягкая обложка, газетная бумага, мелкий шрифт, но достаточно четкий. У меня, на самом деле, не так много книг этого издания, этой серии, штук, наверное, пять всего наберется, но вот будет шестая. А следующую книгу я мониторила очень долго. На сайте издательства Азбука я увидела, что впервые на русском выходит роман этого автора. Хотела сказать новый, но не новый, он уже давно написан, но на русском еще не издавался. Я его долго-долго ждала, я заходила на буквоет, роман этот там числился, но почему-то без цены заказать его было невозможно, ни по предзаказу, ни как-либо еще. Ждала я неделю, ждала вторую, ждала третью, и вот, кажется, на четвертой неделе издательство Азбука показало эту книгу в своем инстаграм, в сторис. Они там регулярно постят сторис о новинках недели. И вот как только я ее увидела в новинках недели, так сразу она появилась в буквоеде, я тут же ее заказала. И что бы вы думали, это Арчибальд Кронин «Три любви», как я уже говорила, впервые на русском. Арчибальд Кронин мне очень нравится, я в прошлом году прочитала у него «Замок Броуди» на канале, есть обзор на эту книгу, ссылку я оставлю где-нибудь здесь и в описании. Сейчас я читаю его «Цитадель», осталось мне чуть меньше ста страниц дочитать, мне очень нравится. И «Замок Броуди», и «Цитадель», «Замок Броуди» даже побольше, чем «Цитадель», но «Цитадель» очень даже хороша. Здесь же будет рассказываться о Люси Мур, она мать семейства, ну как мать, во всяком случае она точно жена, у нее есть муж, у мужа есть кузина, и вот эту самую кузину Люси Мур решила позвать в гости. Да, у Люси Мур с мужем прекрасные отношения, она вся такая влюбленная, вся счастливая и хочет дарить счастье всем вокруг, и вот с этой целью она зачем-то позвала кузину. А кузина в своем прошлом хранит секрет, который как-то порочит честь их семьи, кузина этой мужа Люси Мур, и все это всплывает наружу, и весь сахарно-ванильный счастливый мед Люси Мур летит в тартарары. Естественно, она предпринимает какие-то действия для того, чтобы сохранить свой привычный мирок, но это приводит к еще более худшим последствиям, не знаю каким именно, но обязательно узнаю, и надеюсь, что даже в этом году, хотя у меня еще запланировано на прочтение у Арчибальта Кронина памятник крестоносцу, но, возможно, памятник крестоносцу немножко подвинется, и будет три любви. Где-то я читала, что ее сравнивают с замком Броуди, ну что ж, почитаем, узнаем, в каком-нибудь прочитанном расскажу. Книга вышла, как я уже говорила, в издательстве Азбука, иностранка, в серии Большие книги, ну, как говорится, Азбука это знак качества, страницы белые, шрифт четкий, все стандартно для этого издательства. Я доволен, как слон этой покупкой. Азбука, выпускайте еще Кронина, я все жду, звезды смотрят вниз, они, кстати, вот здесь на титульном, ну, скажем так, я не знаю, титульный, это лист, не титульный, в общем, здесь написано, что звезды смотрят вниз. Есть, но в этом издании я их еще пока не видела, буду ждать. Поехали дальше, а дальше у меня трилогия Джо Аберкромби, которая называется Первый закон, да, Первый закон, я ничего не перепутала. Первая книга Кровь и железо, мне просто все время хочется назвать эту трилогию Кровь и железо, не знаю почему. В общем, первая книга Кровь и железо, вторая книга пока прежде, чем их повесят, и третья книга Последний довод королей. Я еще пока не выучила все названия, поэтому подглядываю. Джо Аберкромби мне уже давно хотелось почитать, еще с прошлого лета я на него заглядываюсь, тут случилась довольно забавная ситуация. Я положила эти три книги в корзину Лабиринта, но почему-то не сделала заказ, что-то меня смущало. Я подумала, что ну вдруг, ну вот, у меня там еще Рубин Хобб стоит, может мне пока подождать. И буквально на следующий день Аня с канала Букспейс оставляет в себе Инстаграм сториз, что ей понравилась эта книга, и я ей пишу, о, а я как раз вот положила в корзину, и не знаю, брать или не брать. Аня говорит, бери, и ну вот так у меня появилась эта трилогия. По аннотации очень сложно сказать, о чем будут эти три книги. Я уже видела несколько отзывов на эту трилогию, какое-то свое мнение составила. Решила, что мне эти книги понравятся. Во-первых, потому что в них очень детально описываются всякие физические штуки, типа долгой езды в седле, и как все натерто, и как с этим ходить. Еще там про какие-то выпавшие зубы, как они хрустят, и как тяжело без них есть, но что-то такое. Я люблю такие подробности, и ну вот... К тому же надо периодически пополнять запасы фэнтези, потому что вот я прочитаю Робин Хобб три книжки, и когда там выйдет следующее в конце марта или в апреле. Ну, в общем, ну вы понимаете, да, в фэнтези должно быть хотя бы какой-то запас для меня. Ладно. Что-то я ничем не махаю, вот я возьму первую книжку махать. Как я поняла, здесь имеется три королевства, назовем это так. Первое – Союз, второе – Северяне, и третье – Гуркхульская империя. Гуркхульская. Запомнить бы это слово. Война идет между всеми этими тремя королевствами. Главный герой здесь – Инквизитор Занд-Дан. Такое сложное имя. Занд-Дан Глокта. Главное, что я все время помню, что Глокта похожа на глотку, и я все время забываю, что там на что похожа, и кто из них кто. Да, вот этот вот Инквизитор будет в главных ролях. Как я поняла, он будет исполнять поручения империи этих глу... Короче, империи, которая на Г. И как раз вот на войне, на политике и на заданиях, приключениях вот этого вот Глокты будет строиться сюжет. Ну что ж, посмотрим, почитаем. Книги вышли в издательстве Фанзон. Каждая в суперобложке. Под суперобложкой совершенно другая обложка, которая не копирует супер. Серая бумага, не сказать, что прям совсем газетная, но и не абсолютно белая. Шрифт, ну, для меня мелковат, но довольно четкий, так что, скорее всего, читать будет удобно. Это вот тот случай, когда я уверена, что мне понравится. Не знаю, откуда у меня такая уверенность, но вот... Ладно, поехали дальше. Ну и вот как раз мы подобрались к блоку книг Стивена Кинга. Здесь у меня, кажется, шесть... Да, шесть книжек. И приступим. Конечно же, я не могла пройти мимо его новой книги, которая называется «Чужак». Как только она появилась в предзаказе, я сразу же ее заказала. Очень долго ее ждала, потому что «Лабиринт» все время передвигал время заказа, предзаказа, доставки и вот этого всего. В общем, ждала я на неделю дольше первоначального срока. Ну, что поделать? Уже прочитала эту книгу. На канале есть читательский дневник по этому роману, так что вот тут сейчас будет ссылка. Я вас отправляю туда, там без спойлеров. Я старалась. Кажется, у меня получилось хорошо. Я говорила об этом в читательском дневнике. Я скажу об этом обязательно сейчас, потому что это надо знать. «Чужак» спойлерит трилогию «Мистер Мерседес». Вот так вот все ключевые события, какие были во всех трех книгах, раз, и выдает на блюдечке с голубой каемочкой. На самом деле «Чужак» и «Мистер Мерседес» между собой в принципе не связаны. Поэтому если вы не собираетесь читать «Мистера Мерседеса», то смело беритесь за «Чужака», все вы поймете, все вам там расскажут, объяснят, подскажут. Но если вы собираетесь читать «Мистера Мерседеса» или вы сейчас в процессе чтения «Мистера Мерседеса», то сначала разберитесь с этой трилогией, а потом уже беритесь за «Чужака». Как я уже говорила, «Чужак» и «Мистер Мерседес» между собой не связаны, но как же тогда «Чужак» спойлерит эту трилогию? А вот так, в ней, в «Чужаке» появляется Холли Гибни. Это одна из главных героинь «Мистера Мерседеса». И вот во время представления Холли Гибни другим персонажам объясняется, кто она такая, какие у нее заслуги, чем увенчались ее предыдущие расследования как раз-таки из «Мистера Мерседеса». Так что вот такие вот спойлеры, действительно громадные спойлеры к трилогии, поэтому я вас предупредила. Действие здесь происходит в маленьком городке, если мне не отшибла память, называется он «Флинн-Сити». Найден там труп ребенка, сильно обезображенный, видно, что над ним издевались, просто нечеловечески, бессердечно, злобно-ужасно и все такое. Есть подозреваемый, против подозреваемого есть против подозреваемого, вот есть неоспоримые железобетонные улики, но у подозреваемого есть такое же неоспоримое, такое же железобетонное алиби. Это я вам сейчас рассказала аннотацию, и она, кстати, спойлерит первые 200 страниц романа. Но пусть вас это не пугает, во-первых, у вас впереди еще 370 страниц не проспойлеренного, круто динамичного сюжета, а во-вторых, даже зная сведения из аннотации, очень любопытно наблюдать вот эту вот игру между адвокатом и прокурором, то есть стороной обвинения и стороной защиты. Ну, в смысле, адвокат – это защита, обвинение – это прокурор. «Чужак» – это остросюжетная книга, ее условно можно разделить на две части. Детективную, когда вот ищут эти самые улики и доказательства, и мистическую, когда уже там дальше дело идет дальше. Дальше дело идет дальше. Отлично, я гений новых выражений. Книга мне очень понравилась, тема эмоций и мыслей на эту тему есть читательском книге. Так что отправляю вас туда. Вот, приятного просмотра, все такое. А мы с вами идем дальше. Следующие пять книг тоже мною были прочитаны когда-то очень давно, но что-то лет 15 назад, что-то лет 6 назад, ну, вот в таких вот пределах. Видео про книжные полки, которые посвящены Стивену Кингу, это вот про вот эти вот, вот, вот. Я рассказывала, что не все книги у меня дожили до сегодняшнего дня, потому что были они собраны в мягких обложках, причем в очень страшных мягких обложках. Я как вспоминаю эти картинки из конца 90-х, начала 2000-х, которые украшали книги Стивена Кинга, это просто отдельный сорт боли. Без слез на это творчество было не взглянуть. Это, правда, было очень страшно. Но что поделать, ничего другого на тот момент не было. И в интернете тоже было сложно что-то найти, поэтому, ну, я имею в виду электронные книги, поэтому что было, то и брали. Спасибо и на том. Сейчас же появились гораздо красивее обложки, и я решила, что такие те книги, которые мне больше всего понравились, или которые я все-таки не успела дочитать, я докуплю, и пусть они у меня на полке стоят. Сейчас у меня закончится место на карточке, я ее переставлю и вернусь к вам. Ну вот, снова я на месте, и начну я с Уджо. Во-первых, этот прекрасный Син Бернард. Это просто что-то с чем-то. Я вам буду вставлять картинки того, что было у меня, чтобы вы могли сравнить. Уджо – это настоящая психологическая драма. Это не просто какой-то ужастик про бешеную собаку. Нет, это настоящая драма. И когда я читала, у меня просто волосы вставали дыбом. Кроме общеизвестного сюжета о том, что мать с сыном оказались, ну, грубо говоря, в заложниках у бешеной собаки, там есть еще одна линия, которая касается этой самой матери. И, ну, не важно кого, чтобы не спойлерить. То есть тоже та еще драма довольно сильная. Кинг, насколько я помню, замечательно ее прописал. Ох, да. Я даже, кажется, в конце немножечко всплакнула над этой книгой. Но когда я ее читала первый раз, мне она казалась гораздо толще. Посмотрите, какая она тоненькая. В ней всего 319 страниц. Представляете, такая она тонюсенькая. То есть при желании ее можно осилить всего за один вечер. Ну, хорошо, за два, если читать медленно. Куджи я взяла в издании «Темная башня». Мне вообще нравится это издание. У него приятные листы. То кремовые, то чисто белые, то плотные, то не очень. Ну, в зависимости от толщины книги. И большой четкий шрифт. Вот за это я очень люблю эту серию. Здесь крупный четкий шрифт. Ты моя прелесть. Мы с вами движемся дальше. Игра Джералда. Тоже та же самая ситуация, что и с Куджи. Когда я читала первый раз, мне она казалась гораздо толще. Она вот тоже что-то около 300 страниц. Тут уже чуть побольше. 350 страничек. Я помню, как я тряслась от ужаса, когда представляла себя на месте героини в той сцене, когда ночью к ней приходит кое-кто. И ух, как это было жутко. В чем суть книги? Девушка Джесси. Девушка Джесси оказывается пристегнутой наручниками. Ну, тут как бы уже показано на обложке. Она оказывается пристегнутой наручниками к кровати. Она одна в доме, в пустом, который стоит где-то на отшибе. То есть, даже если она будет громко-громко орать, ее никто не услышит. Ключа у нее от наручников, естественно, нет. Выбраться она не может. И что ей делать в этой ситуации, неизвестно. Искать ее тоже особо никто не будет. Надо как-то выкарабкиваться самостоятельно. Тоже очень сильный триллер и очень сильная драма. Представить себя на месте героини, это, не знаю, мне кажется, я бы сошла с ума и... Все, я бы там так и осталась такая сумасшедшая, привязанная к кровати. Кто-нибудь бы меня нашел, и тут такой, ха-хей! Да, ну, не важно. Тоже в издании Темная башня, плотные странички, классный шрифт, все дела. Ну, вы поняли, я люблю это издательство. Следующая книжка уже потолще, в ней чуть меньше 500 страниц. Мертвая зона. Мертвую зону я читала на летних каникулах. Не помню, сколько мне было лет. Наверное, 16, может быть, 17, вот где-то в этих пределах. Отлично помню две трети романа. Я помню, как главный герой Джон Смит получает травму, в ходе которой у него получается сотрясение мозга. Боже, я сегодня просто гений каких-то нелепых фраз. Так вот, из-за сотрясения мозга, из-за этой травмы у него открываются какие-то там суперспособности, он становится круче ясновидящего, он может раскрывать самые сложные преступления и все такое. И тут ему надо остановить какого-то политика, о котором все думают, что он зайка и лапушка, и только один Джон Смит знает, что какая этот политик какашка. Я помню, как он получил травму. Я помню, как он распутывал преступления. Я даже помню, что отголоски этого преступления встречались в каком-то другом романе. Я поищу информацию и вот здесь вам напишу. Я даже помню встречу с этим политиком. Все. Дальше этой встречи я не помню ничего. Я точно помню, что книгу я дочитала до конца. И вот такой диссонанс, что книгу я читала, но совершенно не помню, чем там дело кончилось и какие у меня были впечатления, он как-то не дает мне спокойно жить, и поэтому я ее взяла, чтобы перечитать. Не в ближайшем будущем, конечно же, но я думаю, что в этом году вполне. Следующая книга еще более толстая, и в ней почти 800 страниц. Это «Четыре после полуночи», сборник четырех повестей. Сюда входят лонгольеры, секретное окно, секретный сад, библиотечная полиция, несущая смерть. Из всех этих четырех повестей я отлично помню три. Лонгольеры, которые мне больше всех понравились, библиотечная полиция, которая понравилась мне меньше всех, и несущая смерть, о котором я почти ничего не помню, кроме того, что там была какая-то собака. Все. Секретное окно, секретный сад я вообще не помню. Может, он мне даже и не понравился, может, я его и не читала, ну, в смысле, начала, и мне не зашло, и я бросила. Лонголеров я очень люблю, и вот в основном из-за них я эту книгу и взяла. Ну, и из-за несущего смерть, конечно же, чтобы перечитать, потому что надо вспомнить, что там было. И библиотечная полиция мне нравится меньше всех, возможно, ее я перечитывать не буду. Ну, и надо вспомнить, что там было в окне, саде, и кто там они такие. Мы с вами движемся дальше, и на очереди у нас очень толстая книга. Она чуть-чуть меньше противостояния. По ней недавно была экранизация, и в сентябре выйдет экранизация второй части. Это я вам так говорю, чтобы вы попробовали угадать, что это. Даю еще две секунды, и оно, да. Я решила взять оно, вот такой вот огромный кирпич, 1200 с чем-то страниц. У меня она была в твердой обложке, как ни странно, но тоже не дожила до сегодняшних дней, потому что сначала ее вот корешок погрызла собака, потом ее погрызла другая собака, потом я ее несколько раз давала почитать. И в итоге от нее остались рожки-доножки с выпадающими листочками. Я решила, что, да, придется от этого экземпляра избавиться и взять себе что-нибудь поновее. Кстати, предыдущий мой экземпляр был потоньше, чем вот этот, но в нем был очень мелкий шрифт. Тяжело это читалось. Я даже из-за шрифта не дочитала книгу, потому что у меня ужасно уставали глаза. Здесь шрифт побольше, чем там, и поярче, так что читать должно быть поудобнее и покомфортнее глазам. О чем роман? Вот это как раз из той истории, что я не дочитала и подробно рассказать не смогу. В городке Дерри когда-то давно было что-то страшное. Семеро подростков, которые столкнулись с этим страшным, одержали победу над ним. И через сколько-то лет, когда эти подростки уже выросли, это что-то страшное снова вылезло, и им снова надо запихать это обратно. Но помимо вот этой мистической составляющей есть еще более страшные вещи. Это уже как раз такие сферы психологизма. Надеюсь, что к сентябрю я прочитаю всю эту книгу. Возможно, я даже посмотрю первую часть экранизации и схожу на вторую часть. Но пока я собираюсь ходить только на кладбище домашних животных. И если оно мне не понравится, вряд ли я пойду на оно, потому что есть у меня обет несмотрения кинговских экранизаций, потому что по большей части они меня расстраивают. К сожалению. Посмотрим, как покажет себя кладбище домашних животных. А еще я тут прочитала информацию, что будут экранизировать книгу «Талисман». Та, которая написана в соавторстве с Питером Страубом. Это такая фэнтези-сказка. Мне она очень понравится. Даже не сказка, это довольно жесткая книга, хочу вам сказать. Есть у меня ролик про эту книгу, так что ловите ссылку здесь. И будет ссылка в описании с таймингом. Очень мне понравился «Талисман». Никак не могу прочитать вторую часть этой книги «Черный дом». В смысле, не вторую часть, а продолжение. Там уже взрослый главный герой. А вот, да, экранизацию «Талисмана» будет снимать тот же человек, который снимал рассказ «Служанки». Я не смотрела рассказ «Служанки», мне эта информация ни о чем не говорит, но, возможно, для кого-то это будет важно. Кто-то скажет, что да, это будет хорошая экранка, или наоборот, кто-то скажет, фу, это будет плохая экранка. Я же не могу сказать ничего. Вот, да. А, но. Надеюсь, к сентябрю прочитаю, перечитаю и дочитаю, скажем так. И вот на этом блок Стивена Кинга закончился. И осталась у меня последняя книжка, вокруг которой я тоже очень долго наматывала круги, думала, надо, не надо, надо, не надо. Это «Вырывашка» Джеральда Брома. У меня не идут романы, которые форматом поменьше, но при этом они потолще. Я все время стопорюсь где-то на 50-й, на 100-й странице. Да, у меня уже надкусные вот это вот и про Питера Пена, и про Крампуса, и про потерянных богов не идет. В итоге я решила, что возьму-ка я «Вырывашку», она все-таки потоньше будет, и, может быть, она зайдет. Но, самым основным, конечно же, принятие решения оказались иллюстрации Брома. Это просто эстетическое удовольствие. Бром рисует с тем уровнем мрачноты, который мне нравится. Я обожаю его иллюстрации, и даже если мне не зайдет сама по себе история, мне зайдут картинки. Я буду периодически подходить, листать картинки и радоваться, что у меня есть такая книжка. О чем же эта вот тоненькая красоточка? Она о том, что мальчику Томасу, которому 8 лет, отец дарит игрушку из Африки, в которой живет злой дух. волю, судя, злой дух врывается на волю и начинает творить всякие непотребства. И противостоять ему может только Джек из коробки. Самое любопытное, что буквально за день-два до выхода злого духа мальчик Томас Джека запихал под кровать как ненужную игрушку. И Джек таки решает все-таки всех защитить. Не важно, что его отринули. Как вы поняли, я уже начала читать эту книгу. Я где-то на 50-70 странице и опять не заходит на самом деле. Уже в начале меня покоробило то, как мальчик обзывает свою маму. Это такая сцена. Он обиделся на маму, ушел куда-то к себе на дерево, к нему поднимается няня, и вот он ей говорит, какая у него плохая мама. Такими выражениями я вам сейчас зачитаю. Серьезно, я когда первый раз прочитала, у меня аж прям оторопь взяла. Вот, слушайте. Ма прокисшая старая сиська. Там дальше про няню. Дырка в хомячем гузне. Дерьмо жабье. Как восьмилетний мальчик говорит такое о своей маме? Да, он раздосадован, да, он злится, да, его одолевают негативные эмоции, но вот в таких выражениях о собственной матери? для меня это звучит дико, для меня это звучит страшно. Я не люблю, когда авторы вкладывают в уста маленьких детей подобные выражения, тем более в адрес своих родителей, тем более, когда родители этого даже не заслужили. Я понимаю, когда так может выражаться подросток лет 14-15, там гормоны бушуют, но это выглядит не настолько страшно, как когда это говорит 8-летний ребенок. Такая сцена меня очень сильно покоробила, и если там и дальше будет что-то такое, я просто положу эту книгу, не буду ее читать, буду действительно смотреть только картинки. Кстати, расскажите, как у вас обстоят дела с Бромом. Я жду еще одну его вот такую же крупноформатную книгу, которая называется «Роза дьявола», она ко мне придет завтра или послезавтра. Попробую еще почитать ее. Хоть что-то же мне должно у Брому понравиться. Ну вот они все мои книжные покупки. Рассказывайте, читали ли вы что-нибудь из того, что я вам сегодня показала. Рассказывайте, чем вы себя побаловали, заходите ко мне в Инстаграм, заглядывайте ко мне в Твиттер, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok